Девочка-пай Неофитова Валентина Кирилловна. Война застала ее в Ленинграде. Работала сначала в санчасти Смольного, затем в военном госпитале. В блокадном городе провела два первых самых трудных года. Отец погиб в ополчении под Гатчиной, мать умерла от голода у нее на руках. В тяжелейшем состоянии была эвакуирована из Ленинграда в Саратов. Валентина Кирилловна, где вас застала война и что это был за день, что вы помните, к чему вы готовились в этот день, потому что это же было воскресенье. Да, это было воскресенье. День был солнечный, хороший. И мы собирались пойти в кино. Я пошла за билетами. Иду и смотрю что-то около репродуктора. Раньше же такие эти самые тарелки висели везде. Около этих тарелок собирается народ. Ну, чувствую что-то такое тревожное. И тут, значит, услышала вот о том, что объявляется война. И вот какое было ваше первое чувство, когда вы услышали, что война началась? Я не испугалась. У нас такого еще чувства, понятия, что такое война, что она собой представляла, не было. Мы же не знали эту войну только по кинофильмам. Ну, а в кинофильмах тогда страха особого не было. Даже вроде романтика какая-то. Все стали, знаете, что военкоматы, значит, в очередь там просили, чтобы обязательно, значит, сразу же на фронт. И вы тоже. И все, да, это вообще было. В ополчение пошли все. Профессора, музыканты, педагоги, кто угодно. Мой отец уже был мне призывного возраста. Он все равно пошел в ополчение. Он погиб. Он погиб под Гарчино. Причем женщины все от 18 до 35 лет считались мобилизованными и не имели права выезжать из Ленинграда. Они были призваны и должны были тоже работать на оборону Ленинграда. Детей до 13 лет. Обязательная эвакуация. Обязательная эвакуация. Мы с мамой эвакуировали вот моего брата. Ему не было 13 лет. Это была, знаете, страшная картина. Я, во-первых, значит, понимали, что это же не выезд в детский сад. Это выезжает неизвестно куда. Нужно было взять с собой вещи. Выезжали. Это последняя. Оставалась, значит, линия, по которой еще можно было вывезти детей. С московского вокзала на Тихвин. Вокруг вокзала цепь сплошная стоит. Пропускает туда автобус. Цепь замыкается. Автобус уезжает. Там детей разговаривают. То есть прощались уже вот здесь. Пропрощались здесь, до этой цепи. У меня мама очень выдержанная была женщина. Образованная преподаватель. Тут на нее невозможно было смотреть. Она бросалась под колеса. В общем, она чувствовала, что уже не увидит. Это было у всех. А дети, которые там были в автобусе, они тоже понимали. Понимают, родители переживают. Этими ладошками хлопают. Закрыты двери, закрыты окна. Они изолированы от нас. Они там плачут. Окна прижались. Родители с этой стороны теряются знания. Неизвестно что. Все. Ну, в общем, детей вывезли. Эвакуировали заводы. В Ленинграде оставались только те, кто должны были оборонять его. Но я вначале... В армию все еще не брали. Вначале работала в санчасти Смольного. Там был штаб Ленинградского фронта. И правительство Ленинграда. Там Хозенкова на командующем был. У них была своя санчасть. Но там, значит, врач и фельдшер. Ни одной женщины не было. Медсестры не было. Ну, а все-таки какие-то там процедуры, там компрессы, банки, прочее, прочее. Ну, как-то в руках женщин больше. Они просили меня иногда, значит, помочь им. Ну, Смольный, представляете, значит, вот идешь туда, ну, вызывал Хозин вот этот. Обычно вызовы были ночью. Они до двух часов ночи где-то работают. Так работал Сталин, и так работали все. Ну, и, значит, мы тоже после двух часов ночи, значит, нам могли быть вызовы. Проверка на каждой лестничной площадке, и потом по коридору, не знаю, там через 30, через 50 метров, опять посты, значит, проверяет, потом заходишь туда. И вот я зашла к Хозину. Банки ему нужно было ставить, он простудился. Ну, ставлю банк и смотрю, у него на столе стоит вазочка с пирожными. У меня в это время уже умирала мама. Он мне предложил. И вот это мне запомнилось. Вы знаете, что до сих пор вижу эти пирожные. В Смольном, Смольный был на автономном обслуживании. То есть там был все время свет, там было все время тепло, там было прекрасное бомбоубежище, и там было питание. Была 122-я столовая, в которую по списку приходили и питались. Все, кто жил на территории Смольного. Был аэродром, небольшой, значит, аэродром, для связи с центром, и привозили продукт. Так что в самое голодное время они имели все. А потом, значит, мне говорят, что близко, там, в общем, открывается госпиталь. Я пошла сама в военкомат, то есть, вернее, я пошла в госпиталь, туда главврачу, она говорит, иди в военкомат, значит, возьмем на работу. Короче говоря, значит, я пошла в военкомат, меня мобилизовали, я... Госпиталь, это 50-й фронтовой ваку-батальон, 79-й инфекционный ваку-госпиталь. Ну, назывался он инфекционный, и фактически там лежали солдаты дистрофики. Говорят, что вроде воинские части, так вот иногда, там, слышишь, мол, они не пострадали от голода, и они военный паек, никакого военного паека у них не было. Они голодали, так же, как и ленинградцы. Те части, которые оказались в кольце блокады. Это, конечно, незабываемое страшное, это самое впечатление от этого госпиталя. Развернут в школе, как и все госпиталя, и ваку-госпитали обычно они в школах разворачиваются. Представляете, значит, так холодно. Посредине госпиталя буржуйка, печка железная, из нее труба выходит в окно. И топили, значит, ну, раз в школе, значит, вынесены были парты, там шкафы какие-то, вот, значит, это порубят, и эту самую буржуйку это подтапливали. На ней же стерилизовали медицинские инструменты, лекарств нет. Каким-то образом только в нашем госпитале было сердечное там этот самый. Вот уколы мы делали. Все. Сами ходили в маскировочных халатах. Даже халатов не было, да. Воды нет, значит, прибывают с фронта грязные, вымыть нечем. Какой-то снег растопить или только вот для того, чтобы простерилизовать, причем стерилизовали прямо в этих самых коробочках, в которых шприцы хранятся, ну, тут же на этой самой, на буржуйке. Перевязочных материалов нет, ваты нет. Ездили, мы заготовляли сфагнум, мох. Он хороший дезинфектор и хорошо впитывает. А куда же вы ездили? Я вам расскажу, как мы поехали, значит, нас вывезли на машине за город. Говорят, дальше болото, пройдете, вот дальше болото, найдете сарайщик, натаскаете сфагнума, разложите, сушить, ночью заготавливать, а днем, значит, можете отдыхать. Ну, и заготовили мы это сфагнум, легли, наверх на сено, спим, мы уже немного поспали, под утро уже идут солдаты, значит, и в недоумении, кто тут такой, значит, там, кричат, что это такое, значит, кто вы это, ну, объясняем, что мы тут делаем. Ну, они обругали нас как следует. Немцы тут рядом, это приграничная полоса, ну, в общем, короче говоря, они нас оттуда прогнали, собрали мы свой сфагнум в мешки и потащили его уже, значит, показали они нам, куда нужно выходить и вышли. На этом заготовка наша кончилась. Голод начался 20 ноября, вот уже, значит, урезали нормы, и уже в декабре была смертность, уже в декабре, к первому января погибло 30% населения. От голода. От голода, да. Основное в Ленинграде, конечно, был голод. Бомбили, обстреливали, все это было, но этого уже ленинградцы не боялись. Понимаете, к этому уже относились безразлично, потому что голод стоял над всем. И последствия от блокады, они, вот врачи говорят, что они сказываются и во втором, и в третьем поколении. Потому что организм питался за счет, собственно, продуктов, значит, ноги, костные все ткани, не на... ну, микроэлементы, которые необходимы были, не поступали. В январе месяце умерла мама. Отец погиб в Гатчино, под Гатчино, в этом ополчении. Значит, в общем, в Ленинграде я с сестренкой была. И сколько они получали, какой паек они получали, вот как неработающий? Неработающий 150 грамм. Мама получает как работа, то еще 250 грамм. Ну, мама и спасала, конечно, знаете, что... Представляете, мамы, значит, сын эвакуирован неизвестно где. Отец под Ленинград, под Гатчино, она один раз у него была, и когда она вернулась оттуда, она говорит, нашего отца он не останется жив. Я говорю, ну, мама, как можно говорить, он живой же еще. Я видела, они не будут живы. Они сидят по ним бреющим, бреющим полетом их, значит, самолеты расстреливают, в руках у них лопаты, это их оружие. Ничего больше нет. Вот эти ополченцы шли на танки с лопатами, и немцы считали психически больными. Почему я говорю, что Ленинград был защищен все-таки народом, потому что, ну, буквально все, вот, не могли представить, что можно сдать Ленинград. Вот, ну, какое вот положение было в Ленинграде, чтобы вы вот поняли, значит, когда мама умирала, ну, то есть не умирала, она уже лежала, она не поднималась, она всего дня три набежала. Она сказала так, говорит, ну, я умираю, я пожила, ей было 42 года, за что умираете вы? То есть, собственно, уже у нас и вид был, и положение в Ленинграде такое, что надежды на то, что мы сможем как-то выбраться, не было. В нашем доме жила сестра, семья Мякишевых, мать и дочка, единственная на ее, единственная любимая, тоже Валя ее звали, примерно моего возраста. Я ее встретила, говорю, как вы живете, что? Она говорит, Валечка, молю Бога, чтобы Валя умерла раньше, чтобы Валя умерла, чтобы, умирая, я знала, что она уже не мучается. Представляете, вот в Ленинграде надежды на то, что ты выживешь, в то время уже не было. Пардутто первые появились только когда через Ладожское озеро проложили дорогу и стали прибывать вот эти первые машины. И самое первое, я помню, поступило, не знаю, английское, американское, в общем, эти самые, сгущенное молоко. Их распределяли ну вот такими наперсточками. То есть даже не мензурка, а наперски? Нет, наперски. Ну такое количество, представляете, сколько можно перевезти на Ленинград голодающий на машине, когда и машин-то не оставалось. А извините, как запоминался вот этот период, Валентина Кирилловна? Буквально вот по дням и по минутам, которые ты проживаешь, или это был вот некий такой полусон? Вы знаете, что был все-таки, я даже не знаю, как, полностью не осознавали все-таки так вот до конца они положения, они как-то не реагировали, потому что если бы вот воспринимать все, то психика не выдержала бы. Психиатрические больницы были переполнены. Вот так? Да. И многие сходили с ума, не выдерживали все этого. И у меня вот потом уже, значит, я отходила после того, как кончилась блокада, когда это я помню, я месяцами плакала, я не могла остановиться. Вы знаете, что я смотрела, кино было, жива была девочка, знаете, такое. Ну, мне сказали о Ленинграде, как-то не сказали там, что, я пошла. Я потеряла там сознание. Меня вытащили оттуда. И она говорит, ну, наверное, блокадница, я говорю, да, и что вы ходите? На каждом сеансе я вытаскиваю оттуда этих самых. Вот. И я до сих пор не могу ехать в Ленинград. Я не езжу туда. То есть я ездила еще, вот когда был брат, жив все, и каждый раз возвращалась оттуда больная. Нарушение мозгового кровоощения раз было, потом нервное такое, потому что я иду по Ленинграду, и у меня каждый шаг, значит, я вижу, где лежали трупы, где что там было, все это в памяти. поэтому сейчас я уже туда не могу ехать. А хоронить было практически невозможно. Хоронить было, вот маму мы только отвезли, там, где мы жили, это недалеко от Стараневской лавры, там Никольское кладбище такое есть, там была похоронена бабушка, и мы туда и отвезли, но зима, выкопать могилу, у нас же сил нет, везли в простынях завернутых на самочках, и там складывали штабеля, штабеля стояли, ну, так, покойники, сложенные штабелями. Потом, значит, военные взрывали и в эти ямы сбрасывали туда. Были такие моменты, когда ты себе сам говорил, что нужно экономить силу, нужно экономить силу, нужно дожить. Ну, как экономить силы в госпитале, когда перед тобой лежат тяжело больные. У меня, поскольку я сразу была старши литерна от медицинской службы, два курса университета, это во время войны, это уже, знаете, что чуть ли не большое образование, и меня сразу поставили старши литерна от медицинской службы, поэтому самые тяжелые палаты, это палата офицерская, которую не очень хотели все медсестры остальные идти. А почему не хотели в офицерской? Они более капризные, чем солдаты. солдаты очень, вы знаете, что выдержанные и страшные. Они понимали вот положение, понимали никаких капризов, никаких требований особых. И как-то и к нам гораздо больше участия. Вы знаете, что я не помню ни одного, кто бы вот мне не сказал, сестричка, запиши мой адрес, вдруг выживем, приедешь ко мне, там молдаванин какой-то, вот у нас столько фруктов, там такая красота, приезжай, вот ты останешься жива, вот запиши адрес и приезжай. А офицеры, ну, они привыкли командовать, понимаете, требовать. вот, правда, значит, вторая сменная, моя сестра тоже была из университета, и мы двое, значит, вот сменяли. И когда главврач давала нам отдых, ну, переводила в другую палату, где не такие тяжелые были, больные, они всегда, значит, верните нам сестер, верните нам сестер, потому что мы старались с ними быть предупредительными, вежливыми, но у нас были тяжело больные, а не менее тяжело, все-таки офицерский состав не был в таком тяжелейшем состоянии, как они. И ясно, что мы должны были больше оказывать тем внимания, хоть медицинской помощи, может быть, там, ну, трудно что-то было сделать, но ходишь от одного к другому, кого-то погладишь по голове, с кем-то посидишь, и вот он тебе расскажет что-то, для него это уже отдушина, и даже так, если ты несколько минут там больше задержишься, он уже ревнует там, сестричка, приди, а ты вот у него долго сидела, понимаете, вот такое, для них было важно, чтобы кто-то о них хоть немножко как-то, понимаете, этот самый, позаботился, хоть по-человечески поговорил, Ну вот говорят, что человек ко всему привыкает, действительно ли это так, или к чему-то невозможно? Нет, привыкнуть к этому невозможно, привыкнуть, я говорю, что просто, ну, не отупение, а какое-то, понимаете, причем, знаете, что я вам скажу, тех, кого я видела вот в нашем Господе, или мужчины, как-то, знаете, они безразлично относились к больным, они, я откровенно говорю, может быть, не на записи, что я их, у меня презрение какое-то было уже после войны, я думала, что никогда не выйду замуж, потому что у меня настолько было вот презрительное отношение к тому, что они не берегли и ничего не делали для того, чтобы поднять или хоть как-то посочувствовать вот этим умирающим людям. И все это держалось на девчонках, и главврач была женщина, она, это около двух тысяч таких вот, значит, назвало в Господе людей, она нас спасала, я была на грани гибели уже, сказала ей, что я плохо чувствую, сказала, она мне заставила выписать стакан марганцовки, и это меня спасло. Она могла только нас как-то поддержать, понимаете, один врач, а врач, который на нашем этаже, он ни разу за все время даже не вошел в палату. И когда я зашла, говорю, что вы знаете, умирает, что мне делать, а что ты не знаешь, запиши, когда умрет, все. А вы уже тоже были на грани истощения? Конечно, а что меня спасло, я даже не знаю, понимаете, почему. Первые умирали подростки, ребята, мужчины, свет за ними, женщины потом, значит, старше где-то сорока пяти, вот так вот лет. А такой возраст, значит, где-то с восемнадцати до двадцати пяти, этот оказался наиболее живучий. Ниже смертность. Вывезли меня, конечно, тоже уже полуживую, и я потом очень долго не могла прийти в себя, очень долго, и... А когда вас вывезли? Ой, вывезли через Ладожское озеро в сорок третьем. Тоже зимой? Да. А куда вас выклывали? Меня вывезли, значит, вначале в сторону Череповца. В Череповце я потеряла сознание. Все. А потом в Саратов. В Саратов. В Саратов я приехала и удивилась. Там был белый хлеб, там можно было уже, так сказать, питаться нормально, все. Но я очень долго плохо себя чувствовала, никак не... не могла поправиться. Вот. Ну, а из Саратова я уже вернулась обратно в университет. В Ленинград? В Ленинград, да. В каком году? Это в конце сорок четвертого года. А вы помните вот этот день, 9 мая, День Победы? Я спряталась и плакала. И так, в общем, праздник этот для вас слезах. И сейчас. Извините, пожалуйста. Во-первых, нас на курсе было 200 в основном девчонки. 12 человек осталось живых. И когда мы встретились, вы знаете, что не то, что вот обрадовались бы, как бы мы были в каком-то недоумении. все выглядели почти все раненые. Одна девочка, которая у нас была в группе Гали Пенегина, такая очень способная, отличница, попала в психиатрическую больницу. Она не выдержала. Она была в артиллерийских частях, и оттуда ее мания самоубийства. Я была у нее. Она, конечно, уже учиться не могла. Она говорит, что поеду к родителям. Все. Кончена для меня учеба. Один парень, у него в черепе платиновая пластинка, и видно, дышит, как мозг этот самый. У меня ранение в шею. Еще одно и то же самое. Ну, в общем, все вот такие, знаете, что ранения как вы получили? Осколочные ранения в Ленинграде. Каи, шея. А были вот в этом ужасе какие-то минуты, которые можно было назвать счастливыми? Ой, в этом ужасе. Тогда? Ну, я вам назову только один, значит, такой, ну, ну, счастливый, может быть, момент, но все-таки вот он показательен для ленинградцев и для Ленинграда, значит, сестренка говорила, что она осталась, и им стали, когда привозить продукты вот через Ладожское озеро, выдали по 20 грамм сухофруктов. По 20 грамм. Это, ну, представляете, сколько? Вот черносливина, сухая, вот это примерно, значит, такое. Ну, и Нина, сестра, знала, что я должна прийти, и она спрятала под тюфяк, чтобы нечаянно не съесть, вот когда я приду, чтобы угостить меня вот этим самым сухофруктом. Ну, а я, конечно, когда шла к ней, тоже старалась, значит, хоть что-то там из своего пайка, вот там уже было сгущённое молоко, значит, его там сколько скопило, чтобы её угостить. И вот мы сели с ней вдвоём и праздновали. Я не помню даже, какой это был, какой это был праздник, вот мы так отмечали. Капелька сгущённого молока. Каплю сгущённого молока и вот это вот кусочек 20 грамм этих сухофруктов. Капелька сгущённого молока и вот это вот вот я сегаунного молока. И вот это вот, и вот это вот, в три стихи, и вот это вот я, хочу cassette, в два стихи, я,